В профессию пойдем вместе с ученицей 10 класса Лидией Долгачевой. Профессия фотографа для меня интересна тем, что фотограф создает искусство. Он как художник создает свои картины, придает через них какой-то смысл, чувства, эмоции. И это очень творческая профессия. Я сейчас сама пытаюсь развиваться в этом. Я сейчас учусь фотографировать на пленку. Считаю, что это очень интересный процесс. В чем специфика съемки в студии, зачем фотографу смотреть кино и как стать успешным на рынке? Узнаем у фотографа Елены Манжелей. Добрый день, Елена. Меня зовут Лида. И я хочу узнать про то, как стать фотографом. Действительно интересная профессия. Я снимаю семьи в студии. Вот посмотрев в студии, что обычно бывает. Должен быть профессиональный свет, должны быть какие-то фаны, может быть декорации. То есть студии бывают разные. И прежде всего работа фотографа начинается с работы со светом. Потому что сама фотография уже все знают, расшифровывается как пишу светом. То есть важно именно понимать, как хорошо осветить семью, человека, твою модель, чтобы картинка была не плоской, а объемной. Вот, например, у нас есть такой вот свет, который сейчас набирает популярность. Постоянный свет. И бывает свет, например, который вспышки импульсные. Теперь выставляем свет и пробуем работать с моделью. Светильник мы расположили немножко как бы под углом. 45 градусов свет падает, да? Ты видишь, что у нее вот освещена вот эта щечка, а вот здесь вот такая тень. И это такой классический свет для портретов. Вот, если мы подведем поближе, то есть он будет такой более контрастный. То есть тень больше углубится, и блики появятся у нее в глазках, да? И вот особенно эстеты, фотографы, для них очень важно, какой блик в глазу, кругленький или квадратненький. Держи с фоткой. Вот так вот, да, руки держали? Правильно, держать вот одну ручку под объектив, вот, и да. Ты сначала слегка нажимаешь на спуск, и у тебя появляется резкость. О, фокус, да? Да, да, у тебя наводится резкость. А руки, да, чтоб влезли? Ну, это обычно кадрируют фотографы либо с руками, да, либо вот так, либо вот так, только нельзя резать по суставам, то есть вот по локтю или по плечу, то есть как-то нужно так, чтобы это было. То есть ты можешь сделать крупный план, а получилось? Там обрезанная рука получилась, поэтому ладно. Ну, в общем, смотри, вот именно для этого нужно год просто фотографировать каждый день. Что касается фототехники, то тут на первое место выходят объективы. Они различаются фокусным расстоянием, светосилой, так что в арсенале должен быть не один. Специальный для спортивной, портретной, репортажной съемки на любые случаи. Но умное оборудование только 50% успеха. Еще пригодится художественный дар, воображение и навыки маркетолога. Работа фотографа состоит не в том, чтобы только сфотографировать, но и продвигать себя, то есть должен и сам себя организовать, построить свой день и построить стратегию, как ты будешь продвигать себя как фотографа, чтобы к тебе обратилось как можно больше людей. Задача фотографа – создать какой-то интересный образ, увидеть тебя с какой-то новой точки зрения. Все-таки ценность фотографа хорошего, как творческая единица. Фотографы вдохновляются, а не фильмами, например, да, картинами. То есть если человек изучает художественное произведение, читает, смотрит много кино, и все это в голове варится, и какие-то там ты переосмысляешь, и вдохновляешься, и создаешь какие-то картинки, да. Ну еще очень часто музыка может вдохновить что-то. Как правило, фотографы становятся успешными в конкретном жанре. Специализаций, как и в любой профессии, много. Фоторепортер снимает репортажи для СМИ, фуд-фотограф, еду. Церковный специализируется на съемке в храмах. Выйти на профессиональный уровень в любом направлении помогут специальные курсы, но можно получить и высшее образование в Институте культуры или кино и телевидения. Конкуренция, конечно, серьезная, но профессиональные кадры нужны всегда, ведь только фотограф может остановить мгновение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин